Здорово, дни Вали, братья-казыки! Сегодня я покажу упражнение на развитие объемно-пространственного мышления. Это упражнение для детей, станичное упражнение, которое... Ну, оно крайне простое, но попробуйте его выполнить. То есть в основном это упражнение давалось детям 5 лет. Вы знаете, что дети, когда рисуют рисунки, у них мышление плоскостное. Казачьи дети сразу же изначально воспитываются по-другому. То есть мы сейчас, даже вы сами попробуйте это упражнение выполнить, слишком мышление у современного человека плоскостное, необъемное. То есть они не могут, скажем, почувствовать в объеме, что находится под полом, что находится сзади, да? То есть нет объема. Они не воспринимают объем внутри человека и так далее. Вот это простое упражнение. Посмотрите, берется два мешочка. И в каждой насыпаются кубики, кубики разных цветов, разные объемные фигуры, вот они, разного цвета, цилиндр, куб, да? Очень много. Если кубы, они не просто могут быть разноцветные, они еще могут быть разного объема, да? Чтобы ребенок, когда ему, вот, например, родитель говорит, батька, ну, достань мне цилиндр, да? И вот ребенок берет две руки, да, погружает в мешочек. И что он делает? Правильно. Он объем, он объем ищет, он эту фигуру алобьемно ищет. А потом батька ему говорит, хорошо, родной там, он достал. Достань мне, пожалуйста, скажем, синий, вот такой, достань. А там кубов много. И он что, погружается и ищет, и ищет куб. И, соответственно, не просто нужно найти куб, да, еще определенного цвета, да, найти. Вот это такое вот простое упражнение. Сейчас мы его попробуем на человека, который еще первый раз. Все это дело в обробном, да? И посмотрим, как это все удастся. Вот человек достаточно быстро это все схватывает. Дети тем более. Это еще для чего нужно? Не просто, например, чувствовать, что у тебя за стенкой, да? Ну, чувствовать, ощущать, видеть и воспринимать, например, внутренние органы человека. Чувствовать опасность нины, извините, под ногами. Тоже воспринимать. Также кости. Пожалуйста, давай. Возьмем вот тебе твой, погружай туда руки. Сейчас я тебе дам задание. Так, сейчас выберу. Найди мне цилиндр. Нашла, молодец, хорошо. Так, найди мне куб. Синий. Так, первая попытка. Положи пока, пока. Положи. Так. Трудно, да? И цвет. Свет. Не просто объем, а еще цвет. Первое, что тебе приходит. Свет. Зеленый опять, неудача. Видишь? Все совсем непросто, да? Хорошо, найди мне вот такую фигуру. Синю. Вот такую. Молодец. Хорошо. Хорошо. Видишь, у тебя уже удача есть. Так. Сейчас. А теперь найди мне такую фигуру. Точно. Все. Так, скубали, да? Тебя. Хорошо. А найди мне... Вот такую, она зеленая. Не спеши. Так, ну. Так, 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 так. Так, есть. Видишь, как невнимательнее? Я же сказал. Это же... Будь внимательная, да? А нужно зеленую. А она-то посмотри. Видишь, она меньше. Внимательность, да? Я же сказал, не спеши. А хочешь на засыпку вопрос? Вот и найди мне такую фигуру. Бесцветная. Она на что? Она красная. Понимаете суть, да? Совсем непросто, да? Хорошо. Складывай опять назад кубики. Видите, это все для пяти... Пятилетных детей. Можете? Хорошо. Для девочек точно такая же игра существовала. Только туда могли положить воспутки. Нарезались воспутки... Бесконечные женщины где-то сантиметров четырнадцать. Шелковые. Разных цветов. То есть девушка сначала искала, что они же все одинаковые. Все одного размера воспутки. Нужно найти красный там, например, воспуток, да? Можно там найти синий, там зеленый, да? А дальше еще больше игра расширялась. Например, брались разные воспутки, разные фактуры. Из льна, из других там, из шерсти там. И нужно было разной длины фактуры. И девочка когда брала, она что? Она чувствовала. Она могла воспринимать на расстоянии, ощущать, что там за ткань, да? А как вы думаете? Что дальше? Дальше идет развитие этих упражнений. Например, из глины, позже из пластилина. Лепились кости. Брались кости человеческие. Слепили мне берцову кости. Он что? Брал, очищал объем, воспринимал этот объем. Была еще другая игра. Их вообще очень много игр. Игра, например, когда брали какую-нибудь из глины крыльку, да? Разбивали в мешке. И он должен быть что? Собрать. Она сначала не сложная должна быть, да? Потом более сложная. Это для чего? Это ощущать, чтобы еще и кости складывать. Кости складывать. Когда человек, он воспринимает. Это нечто похожее сейчас делают остеопаты. То есть у них упражнения есть, когда они ощущают. Это все то же самое. Есть такие упражнения. Потом большую крыльку должен был соврать. И при том всегда жестко обходились. Например, говорили. Есть, жрать сегодня не будешь. Если не соберешь. Я не соберел, все его. Он голодным ложился. И что? Это дополнительно включает человека. Мы не хотим преодолевать вот эти препятствия, которые нас как раз развивают. То есть мы хотим ничего не хотеть. То есть мы ленимся. Вот такая простая, казаки, игра. Воспитывайте детей правильно. Старайтесь фигуры делать сами. Все эти кубы, цилиндры, призмы, шары разных цветов. Чтобы ребенок воспринимал объем. Вы же не хотите, чтобы ваши дети были пушечное мясо. Они должны в свете и в объеме воспринимать пространство. Мы, казаки, воспринимаем пространство совершенно по-другому, чем обычный человек. Он даже не может представить, в каких мы пространственном, в каком объеме мы живем и постоянно развиваемся как. Притом, ничего сверхъестественного и чудесного здесь вообще нет. Это конкретная и четкая практика по объемному восприятию пространства. Назовите это чудесный мешочек. Чудесный мешочек. Как угодно. Самое главное, чтобы вы детей воспитывали, еще раз говорю правильно, в наших казачьих традициях, как это было. И как должно продолжаться. Не забывайте своих традиций. Пожалуйста, трудитесь над собой. Сами попробуйте в эту игру поиграть. Вы увидите, как это все интересно. Я гарантирую, что обязательно все получится. Не сразу, но обязательно все получится. И ловите первое чувство, которое возникает. Потом будет возникать и цвет, и объем. Все. В ваших руках трудитесь. Всего хорошего. До свидания. Специально для сайта Казакья Дроя и группы ВКонтакте. Традиционно послушать воспитанию. Спасибо. До свидания. Всего доброго.